Решили мы с сыночком испечь хлебушек. Честно говоря, я ее уже давно не включала. Уже очень-очень давно, месяца 2-3, наверное. Ну, такое бывает. Сломалась, перемешала хлеб, и теперь все. Просто вот этот вот вертель там вот есть. Он должен вертеться. Я сейчас снова проверяла. Звуки есть, что он как будто бы вертится, но на самом деле не перемешивает. Причем она включается, все, но не перемешивает. Ну, а как получается, три в одном. В ней есть, сейчас покажу, где здесь, йогурт. То есть, вот, можно ее использовать как йогуртницу. Мультиварка. То есть, суп вот, да, ке. А, ну, кекс тут перемешивать, наверное. Те программы, где ее не надо перемешивать, ее, наверное, я думаю, можно использовать. Она будет обогревать все это. Но, как хлебопечка, конечно же, нет. Наверное, не знаю даже, что с ней теперь буду делать. Я очень-очень сильно расстроилась. Честно говоря, я не ожидала, что она сломается. Здесь вот даже написано. А, вот гарантия 25 месяцев. Я что, думала лет. 25 месяцев гарантии. Ну, ей, конечно, уже много лет. Ей уже больше пяти лет. Диме уже вот три года, да. Беременная ходила четыре. Ой, да ей больше пяти лет. Шесть, семь, наверное. Обидно. Мне очень обидно, что она сломалась. Так неожиданно. Если бы она там по чуть-чуть как-то ломалась. Вот, блин. Техника ломается неожиданно. И она у меня сломалась. Здесь вот эта мультиварка у нее, видите, открыта от топора. Она на неделе ломалась. Я ее чинила. Ну, там выяснилось еще. Залазила свекровь. Туда, видимо, она у них тоже ломалась. Они внутрь полезли. Не знаю уж, когда они там полезли внутрь. Они мне ничего вообще не рассказывали, что у них она ломалась. И там одна деталь с оси съехала. И в этот раз я ее с огромнейшим просто трудом починила. Там вот эта кнопка западала. Она начинала включаться сама. А дверца не открывалась. Сейчас вот она хоть открывается. Крышку я оставлю, наверное, так. Не буду ее закрывать. Потому что в случае чего... В этот раз я ее починила довольно хорошо. Я там даже проволокой затянула. По-моему, я это даже не засняла. Я была очень расстроена. Это было 3 часа ночи. Я ее все пыталась починить. И прям вообще ужасно расстроилась. Покупать новую... Блин, я даже не знаю. Вообще надо, конечно. Надо, но... Блин. И телефон у меня подвисает тоже. Телефон уже 2 года периодически подвисает. Вырубается сам. Блин, этот год заканчивается очень что-то прям так тяжело. Именно с техникой. Не знаю. Надеюсь, что только у меня так. Вам, честно говоря, не советую всего этого испытать. Это очень жестко. На неделе там дверца вот эта ломалась. Я ее сама починила. Тоже где-то был ролик. Короче, просто кошмар. Вот, смотрите, получился такой мягкий хлеб. Бородинский, ржаной. Главный мастер пришел. Сейчас посмотрит. Да? Когда я включаюсь, есть звук. Что там двигается что-то. То есть, звук есть. Но сама она вот эта не двигается. Что скажете по этому поводу, мастер? Ну, сломался. Сломался? Сломался. И что делать? Надо починить. Починить? А как чинить будем? Это, ну, так, кукуса закручивается, так и однокручивается. И дальше что? И новую поставить ряду тут. Что поставит новую? Я тут поставить новую рюкет ряду. Кого? Чтобы я не смешался, рюкет ряду. Чего вот это? Ну, надо поставить рюкет ряду. Деталь? Ну, деталь. Поставить новую, да? Ну. А где раскручивать? Будем раскручивать. А, вот тут? То есть, вот эту штуку надо раскрутить, да? Да. И поставить новую? Ну, нет. И что, она будет работать? Будет работать. А где взять новую? Ну, одну за сосудо. И шкафы? Ну, и шкафы. А у меня нету. Детали новые. Нет. Не шкафы, да? А? Так что делать-то надо? Я не пойму никак. Я жду ответа от вас. Дмитрий Евгеньевич. Ну, снять, хорошо, сняли. Деталь-то где взять? Деталь? А здесь снять все тут. Нету, говорю, там детали. Короче, не знаю, какую-то надо взять, ниоткуда не пойми деталь. Дима говорит, и туда привинтить. Ну, не надо привинтить. А, привинчивать даже не надо? Я привинтю. Ее можно просто тут, что сделать? Положить и все? Даже привинчивать не надо? О, техника была классная. От таких мастеров. Положил сверху и все готово. Починил, да? Да. Да? Да. Мастер ламастер. Короче, такие у нас к вечеру дела. Все так хорошо начиналось. Все было супер. Я ее не пользовалась. Я уже довольно давно. Она об этом говорила. Ну, посмотрела я ролики. В одном месте мужчина сказал, что вот тут вот ничего вот эти откручивать не надо. Нужно откручивать там внизу. Не знаю, полезу ли я туда или нет. Потому что разные там ситуации. Что-то там либо менять, либо находить. Ну, вот она. Видно вам. Она вот ходит ходуном туда-сюда. Не лазить. Я тут уже все почистила. Сама эта штука нет. Тут еще резиночка. Ну, вот она не крутится. Есть звук, что она якобы там что-то работает. Но вот она сама не крутится. А вот так покрутить ее можно. Хотя по ощущениям... Ну, по ощущениям, мне кажется, как будто там что-то слетело. И нужно одеть. Мне так кажется. На самом деле, не знаю, что там. Короче, такие у нас дела. Очень сильно расстроилась я очень-очень. Потому что покупать новую я не планировала. Как бы у меня... Я думала об этом, что она скоро сломается. Ну, сломается. Но не так скоро. Короче, так вот. Давай, скрывай ее. Ай, пальчик. Все-таки мультиварка... Ой, мясорубка, господи. Хлебопечка у нас довольно хорошая, красивая такая. И сбавляться от нее даже совсем не хочется. И продавать ее не хочется. И просто так, чтобы она стояла, тоже не хочется. Надо ее нести, конечно, в ремонт. Я думаю, сильно нести ремонт. Да. Короче, так вот. Субтитры сделал DimaTorzok В этом году у меня какое-то нашествие авокадо. Там у меня в комнате, не знаю, штук 7, наверное, если не 10, уже стоят. Тут еще 3 штуки. Купила я в Перекрестке вот такие вот стаканчики. По 10 рублей, кстати. Тут 12 штук. Такие они вот маленькие. И сейчас буду их ставить в воду с помощью еще зубочисток. Ну, блин, раз природа дала им жизнь, надо их жизнь продолжить. Не знаю, куда их потом все будут девать. Наверное, раздавать или продавать. Посмотрим, как там получится. Вот это, смотрите, какая она прям огромная. Как яйцо. Большая должна быть она. Вырастет очень красивой. Вот это уже была не очень. Я говорю, зря я ее немножко я ее срезала, там что-то подгнивачила, что-то там встала. Она уже, ну, какая стала. Тут немножко мы посмотрим. А это вот сегодняшняя. Пока у нее еще кожура не высохла, не сдирается, попозже ее поставлю. И там у меня еще очень много. Продолжение следует...